Друзья, всем привет! Вы на канале «Вязание не только». Меня зовут Алена. Сегодня у нас четвёртая часть конкурса. Друзья, я немножечко сейчас расскажу обо всех участниках, о работах, о своём мнении и так далее. В общем, у нас же Лена – организатор, она всё это организовывает, да, и она даёт нам всегда задания. Я потом тоже попозже об этом расскажу. У нас есть специальная группа WhatsApp, и вот мы там все общаемся. И Лена сказала, девочки, четвёртая часть должна быть не менее позитивной. Мы должны каждого участника, каждое изделие брать и рассказывать о нём, что хотели бы связать, что не хотели бы, и критиковать. Я сказала, так, критиковать я точно не буду, потому что у нас критиков, особенно диванных, хватает и достаточно в комментариях. Поэтому я буду сегодня хвалить, я буду вам сегодня рассказывать про работы участников, показывать фотографии и говорить, что мне понравилось больше всего в этом изделии. Друзья, я, кстати, себе сделала шпаргалку, чтобы ничего не забыть, специально сделала закладку, чтобы не забыть, как в прошлый раз, не искать, где же я это записала. И вы знаете, да, что в конкурсе нас участвует 10 человек, то есть 10 участников. Все 10 участников связали шикарные, я считаю, изделия очень позитивные и не менее позитивные названия, придумали к этим изделиям. Но в названиях помогли, конечно, нам вы, ну что бы мы без вас сделали. Благодарим, конечно же, вас за вашу помощь, потому что, ну, знаете как, одно дело связал, что-то придумал, а с названиями очень часто бывает туговато, да. И вот мне очень понравилось название, вот, вот просто вообще, вот я читаю, это просто, это, знаете, как слова из анекдота. Значит так, давайте я вам зачитаю всех участников и все названия, которые были. Значит, Леночка Орлова связала два джемпера, две работы, первый называется «Квадратиш Практиш Куд», и второй изделие называется «Отставной Козы Баян». Значит, ну что вам сказать, мне очень понравилось изделие «Квадратиш Практиш Куд», потому что я вообще люблю полоски, видите, в моем изделии тоже полоски. Я люблю сочетать, я люблю их комбинировать, я люблю их делать разными. Лена совместила в своем изделии и полоски, и также еще прошивку, ну, можно сказать, вышивку, аппликацию, да. То есть, сделала изделие таким многограммным, то есть, этот джемпер, мало того, что он связан цветом нейтрального цвета, серый, да, нейтральный цвет, которому абсолютно все подойдет, абсолютно все можно комбинировать. Плюс еще в джемпере вот эта отделка, которая позволяет гардероб, или, например, если надевать этот джемпер там с юбкой или с брюками, делать какие-то вариации. Ну, то есть, вот мне понравилось очень, это мое, я люблю полосочки, я люблю добавки, отделки, вот это все, это вот мое, я это люблю. Мне очень-очень понравилось это изделие. Далее, второе изделие, Юлия Кикимора, да, ее изделие, и очень многие из вас просто колоссальное количество голосов проголосовало за работу Юлии. Она действительно достойна внимания, это очень достойная работа, прекрасный цвет, прекрасное цветовое сочетание, которое Юлия сделала, да, и эти цвета очень идут. Там цвет такой болотный, да, с таким красным, бордовым, отделка, плюс вот эти все грибочки. А вы знаете, мы когда в группе общались, значит, она же уже эти грибочки сделала, и, значит, присылает вот так вот на тарелке, ну, обычная тарелка, да, значит, и там эти грибочки лежат, и что-то. Я, честно говоря, не поняла, еще Юля написала, что типа приготовила, то и ешь. Мы, конечно, все посмеялись, никто не понял, что это такое. Я сначала подумала, что это как эта фотография из интернета, знаете, есть такие шуточные фотографии, да. Оказывается, потом, когда увидела изделие, мы уже все это узнали. Почему? Потому что, ну, мы, конечно, тоже держали интригу, и нам друг с другом было тоже очень интересно, как бы, знаете, и соревноваться, и в то же время думать и угадывать, а кто что связал, да, как-то вот очень-очень у нас это все происходило интересно. И мне изделия Юли очень понравились, понравились на рукавах эти аппликации, просто очень классное сочетание, и понравилась очень, значит, видеосессия, больше всего мне понравилась видеосессия, где Юля идет, значит, шагает ногами и руками, раздвигает камыши прям через деври. Я просто хохотала вообще. Девчата, вы знаете, мы в этой группе общаемся, группа названа Кикибары тоже вяжет, мы там просто-просто ржем, мы вот просто ухохатываемся с ваших историй, с ваших комментариев, с ваших названий, со своих работ, с наших ляпов там в этих видео и все остальное. Ой, ну, в общем, так, об этом немножко позже, как я сказала. Так, следующая, значит, участник, Алена Абель, ну, то бишь я, да, и изделие называется «Жеваная овечка». Ну, что тут говорить? Ну, «Жеваная овечка» вообще вне конкуренции, поэтому говорить здесь нечего. Переходим к следующему изделию. Следующее изделие прекрасное, вообще, прекрасного мастера, прекрасной девушки Шалпан. Шалпан живет в Казахстане. Вы знаете, я когда смотрю всегда видео Шалпан, мне нравится очень ее вот эта красота, вот эта, знаете, такая восточная загадочность, да, все такое у нее интересное, связанное с большим профессионализмом, я считаю. Я когда увидела первый раз работы Шалпан, когда она показывала, что она прекрасно может вязать руками, а также прекрасно она владеет техникой вязания на вязальной машине, то меня просто поразили ее изделия. Какие они аккуратные, петелька в петельку, какое ровное вязание, какое все четкое просто. И, конечно, все с большим вкусом подобрано, да. Шалпан очень много вяжет на заказ, она также вяжет для своих детей, она делает всегда посты в Инстаграм, я часто наблюдаю, смотрю. Очень-очень красивые, достойные изделия, просто мне очень-очень нравится. Ну и девушка мне это тоже очень приятно, молодая, красивая и золотые руки. И, кстати, мы так смеялись, когда одна моя зрительница написала, голосую за девушку с веником, все успевает, и дом метет, и двор метет, и есть приготовит, и вкусную еду, и свяжет, молодец, умница. Полностью согласна, полностью поддерживаю. Шалпан, молодец, умница. Ну а ее изделие вообще, что там, чудо в перьях, это просто вообще в чалме, с такими рукавами, такая грациозная, ну просто супер. А слушайте, вот этот кардиган, который она связала, где у нее на пуговках отстегиваются рукава, мне так была интересна эта идея, мне так она понравилась. Я, знаете, почему-то сразу вспомнила 90-е, когда были такие мастерки, и у мастерок на замке отстегивались рукава. Вот я не знаю, мне почему-то это время напомнило, да, и я хочу сказать, видите, как все новое, хорошо забытое, старое, очень часто говорят, да, что мода возвращается, или можно все равно в моде прошлых лет найти какие-то очень интересные элементы, которые можно использовать даже в современное время. Поэтому мне очень еще эта идея понравилась, но вот почему-то вспомнились 90-е. Дальше, следующий, значит, участник, это Лиза и ее жилет, безрукавка, можно сказать, да, шерстяные картинки или турецкие страсти в квадрате. Тоже очень понравилась. Я вообще люблю бабушкин квадрат, я люблю вязать крючком, хотя, честно говоря, последнее время, что я это забросила, надо как-то это возобновить, что-то опять крючком связать, и вот, посмотрев на работу Лизы, я вот почему-то опять вспомнила, думаю, надо снова вспомнить за крючок, что-то я давно ничего крючком не вязала. Очень яркое изделие, позитивное, красиво очень смотрится, и название тоже такое интересное, да, турецкие страсти, классно. Вот, ну и Лиза призналась, что она очень любит смотреть турецкие сериалы, и, конечно, это изделие, оно очень лаконично и гармонично сочетается, естественно, с этим названием. Следующая работа Марии называется «Изделие Зайка Баксбани». Значит, это мультяшный герой, и Мария назвала так свое изделие, потому что она связала его с капюшоном, с ушками зайчика, да, и я сначала думала, что это просто ушки, а потом, когда я увидела фотографию со спины, что там еще и хвостик, ну просто великолепно, просто классно. Мария вообще, она, знаете, у нее такая есть дизайнерская жилка. Вот я хочу сказать, я сколько знаю Марию, я сколько с ней общаюсь, у нее все изделия, они такие очень-очень отличающиеся от других. В них всегда какая-то такая изюминка, но изюминка не простая, а именно на вот такую претензию, знаете, дизайнерского элемента. У нее всегда что-то такое очень интересное, что-то такое необычное. Она всегда так обыгрывает свои изделия, и она их прекрасно, просто великолепно, она умеет их преподнести. Она делает шикарные просто фотосессии, у нее всегда так все подобрано, образ, да, общий образ. Просто изделия, допустим, там сфотографировать где-то там на травке или там на столе, или на манекене, допустим, да. Вот она именно всегда в образе, всегда у нее все подобрано шикарно, сумочка, обувь, всегда волосы, красивые серьги. Она всегда очень-очень яркая и очень красивая девушка. И мне изделие ее очень понравилось, потому что она, вы знаете, она его продемонстрировала на себе, хотя вязала она его не для себя, вязала для своей племянницы, подростка. И тем не менее, она его надела шикарно, на ней смотрится. И я считаю, эта работа, она тоже достаточно сложная, хотя и связана была лицевой гладью, но, вы знаете, самое главное, это вот эти вот уши. То есть их надо было сделать так, чтобы они не портили, естественно, образ, чтобы они там где-то не отвисали, непонятно как, да. И вот это все надо было продумать, и я считаю, что у Марии это просто великолепно получилось, просто. Так, идем дальше. Так, идем дальше. Следующий участник Марина, и ее футболка вертикаль цвета. И также второе изделие, чумошедший шарфец. Моя землячка, она живет в Краснодарском крае. И мне очень приятно, что она тоже среди участников этого конкурса. Я слежу за ее творчеством, я давно подписана на канал Марины, мне очень нравится, как она вяжет, и у нее изделия всегда такие, знаете, лаконичные. Вот даже эти изделия она связала, они яркие, но она все равно их так обыграла, что смотрится очень-очень лаконично, красиво подобраны цвета, и уже чувствуется, знаете, что хочется весны, что хочется уже ярких красок. Мне тоже понравилось очень это изделие. Далее, следующий участник, это Оля Яперова. Слушайте, название вообще, да? Звязданутая Яперсиага. Ой, мы так проживали в этой группе. Слушайте, скидывает, значит, Оля в группу, значит, комментарии от зрительницы, которая пишет, что типа, ваше изделие Яперсиага. Оля говорит, а меня обозвали какой-то там Яперсиага. Я говорю, Оля, Оля, подожди, подожди, ты же не знаешь, это же крутой бренд. Там у них рванина и какие-то штаны, и там все это до тысячи, до двух тысяч евро доходит, да? То есть вот такой вот джимпирог там, какая-то рвань, это две тысячи евро. Значит, я нахожу скрин, сбрасываю скрин в группу, она, да, я говорю, да, то есть тебя, ну, типа, у тебя претензия на такой известный бренд, то есть, ну, ты молодец, да, что связала и все это самое. А, ну тогда ладно. В общем, мы, знаете, мы в этой группе, у нас не только свяжем позитив, у нас там изо дня в день был позитив. И Оля говорила, да, что вот она из лора пиано, которая пиано-пиано просто, да, она будет вязать белого цвета, катон, кофточку на пуговках, вот. Вот, ну, больше всего меня поразила вот эта отделка бахромой, которую она сделала на рукавах. Вот я бы не догадалась, честно я говорю, да. И, знаете, это очень креативно, очень. И здесь вот эти вот звёздочки, вот эта вот, как сказать, отделка, да, и очень многие из вас назвали его и диску, там разные были названия. Но всё-таки так как у нас позитивный конкурс и в рамках позитива, то, конечно, классное название подходит сюда прекрасно. Это завязанутая еперсиага, ну, по-другому, по-моему, не назовёшь. Круто, классная, когда увидела, она так встала, а потом раз, руки так сделала, и у неё здесь бахрома. Ну, просто обалдеть, обалдеть. Мне тоже очень понравилось. Вообще креативное изделие, креативные такие идеи, я вообще такое вот всё люблю. Далее, следующая участница – это Наталья. Наталья, кстати, хочу сказать, да, минуточка рекламы. Наталья прекрасно красит пряжу. Друзья, вы очень часто спрашиваете, Алена, где в России купить хорошую пряжу, ручного окрашивания? Пожалуйста, вы знаете, что Юля красит пряжу, и вы знаете также, что Наташа. Кто не знает, пожалуйста, проходите, знакомьтесь. И она всегда вдохновляет просто шикарными, яркими, крутыми очень цветами и крутыми пасмами. И барашки на Гавайях, это так называется её изделие, они меня просто покорили. Я вообще люблю, когда вот такая изюминка, когда здесь кажется, что вроде бы всё просто, а потом ты такой раз, повернулся, а у тебя тут вот такая какая-то изюминка, да, или вышивка, или аппликация, или что-то ещё, да. И, конечно, вот эти вот барашки, которые на спинке, ну, это просто вообще, это какое-то просто чудо чудесное, и очень неожиданно, и такая красивая отделка. Я вообще люблю, когда вырез, и на пуговках люблю такие кофточки, да, вот, и мне это очень понравилось. Вот это вот тоже, знаете, как в моём вкусе, я так бы сказала, в моём вкусе, очень-очень круто. И следующая участница – это Александра, и её изделие с названием «Чайка с приветом». Тоже хочу сказать, вы знаете, лаконично связано, интересно связано, и тоже такое изделие, когда не надо задумываться над тем, какой придумывать образ. То есть вот надел и пошёл, и ты уже всё, и ты уже пошёл украшать мир, дарить позитив людям, да, и в то же время такая работа привлекает внимание, потому что связано просто, но в то же время интересно, и, конечно же, со вкусом. Друзья, получилось так, что третья часть видео вышла, ну, в разных числах у всех наших участников. У меня вообще я самое-самое позднее видео выпустила, но знаете как, лучше позже, чем никогда. Мне, кстати, очень многие писали, «Алёна, мы думали, что вы в связи с выставкой сойдёте с дистанции». Да не тут-то было, Алёна никогда не сойдёт с дистанции, особенно если Алёна обещала, то если Алёна обещала, то она вот здесь вот, она обязательно сделает, да. Вот, и вязала я свой свитер, представьте себе, последние два дня до 12 ночи, и на следующий день я встала в 6 часов утра и довязывала вот второй рукав. Довязывала второй рукав, мне ещё надо было сделать вышивку, аппликацию, у меня ещё не было снято видео, значит, вот это шуточное, которое мы сняли, да, юмористическое, позитивное, и мне нужен был Доминик, и я подумала, а у меня ещё не была отделка по воротнику сделана, да. И я подумала, если я… А воротник же, он же виден на картине, то есть вы видели, я так закрепила, что виден именно воротник, и я думаю, если я сейчас его не прошью, а мне надо было срочно сделать фотосессию, Доминик 2 часа приходит, думаю, потом я с ним, когда сниму эти кусочки, я уже просто потом физически не успею смонтировать, а мне надо было в полшестого уходить из дома на мероприятие, на одно. Вот, и что делать? Я всё-таки сделала аппликацию, потом воротник вот так, как будто роликом там как-то подвернула, чтобы не было видно именно вот этой полосы, знаете, вот этой красочной, да, и потом мы с Домиником снимали, мы снимали эти кусочки, вы не представляете как, вот на самом деле, знаете, я вот хочу вам рассказать, да, из этой серии, как у нас проходил конкурс. Вообще, я увидела, кстати, заставку у Натальи, я так смеялась, я говорю, слушай, это прям вот просто, просто мои мысли, просто, значит, вот то, что я думала, первое, да, зачем я ввязалась в этот конкурс, я когда вязала это изделие, да, то одно, то другое, то дела, то я думаю, боже мой, ну зачем я согласилась на этот конкурс, зачем я ввязалась в этот конкурс, у меня постоянно не хватает времени, постоянно мне надо вот это сделать, вот это на первом плане, вот это. В общем, короче, Алена дотянула, когда осталось последние там 3-2 дня, и естественно, потом я просто, вот просто села, и до 12 ночи, я просто вязала, вязала, и самое главное, я не подвела никого, потому что больше всего, одно дело сойти с дистанции, когда ты сам ты один, другое дело сойти с дистанции, когда ты подводишь участников, когда все вместе, в одной команде, и мне уже Лена говорит, Алена, ничего не надо, покажи, что ты там свои 700 пасм покрасила, вот и всё, и я говорю, Лена, я так не могу, ну как это так, как я могу вас подвести, то есть мы были все вместе, мы всё делали вместе, и тут здравствуйте, я типа нет, я уже не с вами, я уже не вместе, нет, конечно, и я всё делала в последний день, вот когда вышло видео вечером, представьте себе, я довязала, я закрывала рукав, я делала вот здесь всю отделку, я ещё делала фотосессию, видеосессию, я ещё доснимала кусочек с Домиником, потом я монтировала, я монтировала так быстро, как я, наверное, ни одно видео в своей жизни ещё не монтировала, действительно, мне надо было это быстро сделать, потому что самое позднее, полшестого, мне надо было уходить, а когда всё я сняла, и когда я села за то, чтобы монтировать видео, было три часа, если вы подумаете, что смонтировать видео, всё сделать два часа, это, ого, сколько времени, вы очень ошибаетесь, вот это 13-минутное видео, которое я монтировала, я его монтировала более часа, потому что нужно было вырезать все кусочки, Нужно было это всё соединить, соединить так, чтобы это была последовательность. Где-то были, конечно, ляпы, когда я говорю, что вот многие из вас придумали название, название такое, название другое, и я не помню какое. Потому что когда ты хочешь быстро-быстро сделать, волнуешься плюс ещё ко всему, то, естественно, у тебя всё, слова рассыпаются, мысли разлетаются, и ты не можешь собраться. И я встаю, вот это забыла, это забыла, и вот три раза отключалась, но всё-таки я это сделала. И я это сделала, и потом я в группу отправляю, всё, видео сделала, Лена, видео готово. Побежали все смотреть, побежали смотреть. Конечно, многие из вас и вообще в комментариях большое спасибо поддержали и похвалили за эту видеосессию. Но, знаете, вот это единственное, что я могла придумать, потому что красить, разукрасить, и такая мне пришла идея. И ещё мы за день до этого вечером в срове в шесть часов, мы поехали в магазин, чтобы купить вот этот мольберт, потому что он у меня был, но когда мы переезжали, видимо, куда-то он делся, не знаю, выбросить вроде не могли, но найти тоже не смогли. Я сказала, Робби, прямиком, бегом в магазин, быстро покупаем, надо ещё вот эту вот картину, чтобы поставить, повесить. Ой, конечно, знаете, и смех, и грех. И в группе это вообще. Лена же даёт всегда задания. Знаете, это кажется на самом деле, ой, у одного вышло видео, у другого вышло видео, но на самом деле это не так просто. Лена даёт задание, и мы начинаем снимать кусочки. Потом Лена эти кусочки проверяет, говорит, нет, вот это не идёт, вот это не идёт, переснимаем, да. Потом мы начинаем договариваться. А что говорить первым? Девочки, а кто уже снял второе видео? Что говорить во втором видео? Юля, я уже второе видео сняла, я тебе ссылку дам, посмотришь. Хорошо, я смотрю ссылку, всё по Юлиному видео переписываю. Говорю, Юля, спасибо тебе большое, я всё переписала, я всё расскажу, я всё теперь поняла. Теперь третье видео. Пока третье видео уже у всех вышло, я уже забыла, что нужно в третьем видео. Я говорю, хорошо, я показываю готовую работу, за готовую работу не голосуем. За что голосуем? В общем, это, знаете, это постоянное общение в группе, это настолько позитивно, что не столько нам, как сказать, подарил позитив, подарил позитив вот это вот вязание, именно модели, придумывание и всё остальное, насколько вот это общение в этой группе, потому что там, конечно, мы просто ухахатывались друг с друга из фотосессии, из видеосессии, из наших видео, из наших работ, из ваших комментариев. В общем, это, конечно, это, конечно, очень-очень позитивно, да. Вот, друзья, так, ну, это я к чему, это я немножечко вам просто рассказала, как всё происходит, да, и не забываем, у нас ещё есть критик-аналитик, баба Таня. Прямо боюсь-боюсь, вот, да, я вот со своим вот, вот. А, кстати, Лена говорит, слушай, сядь на диван и скажи три раза вот. Я говорю, в смысле? Она говорит, ну, три раза в видео вот, скажи, я его там ставлю, будет смешно. Я говорю, хорошо. И вот, знаете, она даёт такие задания, мы даже не знаем, что в конце будет, но мы вот это вот снимаем, а потом смотрим, сами смеёмся. Так вот, баба Таня, критик-аналитик. Кто не видел её видео, обязательно посмотрите. Очень-очень серьёзная женщина, очень. Она прям, вот, аналитик, что называется? Прям по полочкам, всё чётко, всё по каждой работе, по каждому конкурсанту всё разложила. Ну и, конечно, если вы хотите получить позитив, если вы хотите улыбнуться, если вы хотите посмеяться, то обязательно, обязательно проходите на канал Тани Кельмяшкиной, которая нас, хоть и не участвовала в конкурсе, но очень-очень поддержала своими видео. И, конечно же, баба Таня. Её баба Таня – это просто вишенка на торте. Поэтому обязательно проходите и смотрите. Я ссылки оставлю под видео. Итак, друзья, вернёмся к нашим баранам. Жёваная овечка, бараны, еперсиага и все остальные. Значит так, смешные названия, смешные позитивные изделия, позитивное название, позитивная фотосессия и так далее, и так далее. За что голосуем? Так как у нас третье видео вышло, немножечко разнилось друг с другом, то зрители наши, ну понятно, когда столько работ, когда столько изделий, когда столько комментариев, когда столько видео, столько голосов, надо везде голосовать, то, конечно, немножечко всё поперепуталось. Зрители тоже перепутали очень многие задания. И сейчас в этом четвёртом видео, значит, я также, как и все участники всех других видео, хочу вам сказать, что за что нужно голосовать в комментариях. Значит, ну, во-первых, в моих комментариях голосуйте за всё, за все работы, кроме моей, кроме моей. За мою нет, за мою под моими, в моих комментариях под моим видео нет. Почему мы тогда, у меня тоже зрители задают вопрос, почему, друзья, ну потому что смотрите, это будет несправедливо, потому что моё видео смотрят мои зрители, то есть как бы мои почитатели, те, которым я симпатизирую, которые меня любят, может быть даже, которые не любят, но всё равно смотрят, да, постоянно. Поэтому это мой зритель, который пришёл ко мне. Естественно, если я показываю работу и говорю, голосуйте, то, конечно, мои зрители, они будут голосовать про мою работу, за мою работу, да. И получится так, что у меня в комментариях будет только голоса за мою работу. И чтобы всё это было по справедливости, значит, вы голосуете у всех других участников, а под моим видео голосуйте за всех других участников. Итак, давайте ещё раз, ещё раз пройдёмся очень-очень точно, за что голосуем. Первое. Мы голосуем за самое позитивное изделие. И так как у нас на первое место два подарка от двух магазинов, то вы можете проголосовать в этом пункте, в первом пункте за две работы, то есть за две самые позитивные работы, за два самых позитивных изделия. Ну, например, да, вы пишете, голосую за номер один, ну, к примеру, пункт один, да, за самое позитивное изделие. Кикимора и, допустим, там, Козы Баян или там Чудо в перьях, да, ну, то есть два названия пишете. Пункт номер два. Голосуете за лучшее название, которое вам понравилось. Например, Жёваная овечка, Звездонутая еперсиага, что там, Барашки на Гавайях. То есть вы одно только название пишете под пунктом номер два, то есть самое лучшее, самое позитивное название по вашему мнению, да. Далее, пункт третий. Лучшая фотосессия или видеосессия, у всех по-разному, кто-то фотосессию показывал, кто-то видеосессию показывал, да. Самое, на ваш взгляд, позитивное, то есть что значит позитивное, да, как мы уже говорили, это то, что вас, вам даёт возможность улыбнуться, заставляет вас улыбнуться, посмеяться, вдохновиться, я не знаю, то, что для вас было непосредственно позитивно, когда вы посмотрели и получили массу позитива, да. Поэтому третий пункт. Голосуем за лучшую фото- или видеосессию, на ваш взгляд, самую позитивную, да. Вот. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И, конечно, я обалдела Я себя прям почувствовала звездой А почему? Вы сейчас это увидите Итак, внимание на экран Аленочка, ты прекрасная, ты замечательная, ты трудолюбивая Мы хотим тебе, девочке коллектива Two Hands Такой пряжной феей Просто хорошему человеку Приз зрительских симпатий Ура! Ой, какая красота Аленочка, я тебе это все привезу И еще ступоры там у меня уже лежат Барашки красные Так что ты лучшая в этом Она у нас лучшая Да, так и есть Наш конкурс закончился Но, друзья, если вы принимаете участие в нашем конкурсе Обязательно проходите в Телеграм-канал Обязательно публикуйте свои работы Обязательно смотрите, какие вас ждут подарки И обязательно поддерживайте нас Ведь мы делали все эти видео Все то, что мы делали весь этот месяц Очень сильно старались А подготовка к этому конкурсу была еще задолго до этого Мы все это делали для вас Для наших дорогих зрителей Которые нас всегда поддерживают Которые пишут нам добрые комментарии Которые тоже нам дарят позитив Это вы, наши дорогие зрители Поэтому мы очень-очень рады Что вы с нами Что вы тоже голосуете Что вы проявляете интерес Что вы нас поддерживаете И огромная благодарность тем Кто также присоединился к нашему конкурсу И также участвует в конкурсе на канале в Телеграм На этом я свое видео хочу закончить Желаю вам всего самого-самого доброго Самого наилучшего Побольше времени вам на любимое хобби Вдохновения вам И до новых встреч Пока-пока А теперь я должен сказать Вот, все, поехали Раз, два, три Вот Ура Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова